Всем привет дорогие друзья! С вами снова Тони и мы продолжаем играть в NFS Pro Street. Сегодня мы продолжим проходить карьеру в Battle Machine, которую мы начали с вами в прошлом видео. У нас очень сильно изменились машины, на которых мы катались. Mazda RX-8 у нас теперь стала синяя, вы сейчас частично видели на экране. Она очень сильно преобразилась, очень сильно изменилась в цветах. И у меня есть еще некоторые ремарки, которые потом я чуть попозже доделаю. Собственно говоря, я только-только недавно приехал из Грозного с очередной гонки. И вот как до этого я успел машину сделать, так она и осталась. Но у меня еще есть некоторые идеи, которые я потом сюда применю. И у нас поменялась дрэговая машина, мы продали Civic и на его место взяли вот такой вот Seat Cupra, Leon Cupra. Собственно говоря, ничего мы с ним не делали, он абсолютно стоковый, вообще ничем не отличается от новой машины. Фактически он новый, на нем еще не было ни одного заезда. Не знаю, как эта машина себя поведет, но мне понравилось, что у нее очень хорошие технические данные. И самое что интересное, ее давали за спасибо. Поэтому я, собственно, ее и взял. И сейчас мы ее сразу затестим. Мне интересно, как она себя ведет. Очень интересно, как она себя покажет на трассе. И сейчас мы это, собственно говоря, проверим. У нее 237 лошадиных сил, она стоковая, еще раз говорю. Посмотрим, как она поедет, потому что мне очень интересно. Ну давайте, наш любимый, нелюбимый бернаут на руле. Не могу я. Он мертвый вообще, просто мертвый. Нас объезжает 180 сильная. Королл на 240SX. Он просто мертвый. 22 секунды. 22 секунды на 240 лошадиных силах. Это просто провал из провалов. Не очень хорошо у нас начинается видео. И, честно говоря, я не хочу теперь совершенно ехать. Потому что я понимаю, что они меня объезжают вообще по полной программе. Драговую машину мы с вами будем менять. Лучшее время на драге 21-27 у кого-то было. Мы в любом случае в это время не заезжаем. Нам просто нет возможности заехать. Однако мы при этом едем шестыми. Машина абсолютно отвратительная. Я взял ее лишь вот потому, что в ней 230 сил. Я думал, что она будет ехать. А она вообще не едет. Просто вообще никак не едет. Это просто такое ведрище оказалось. Даже прогрессы смогли нормально. И все, гольф от нас уезжает. Пока, гольф. Я бы хотел тебя объехать, но мне тачка не позволяет. Просто дерьмо. Это худшая машина, которая вообще была. Реально. На которой я вообще когда-либо просто третий катался. При этом обратите внимание на стабильность всех заездов. Более-менее в одном времени идем. Но при этом мы приехали все равно восьмыми. Получили там тысячу очков. Это очень плохо. И, собственно говоря, я думаю, мы не сможем пройти данный этап. Если мы не сможем его зайти, то придется перезаписываться. Давайте. Берем нашу Mazda RX-8. Я ее тоже не зарабатывал. Она у нас претерпела только косметические изменения. Никаких боли. В плане технических каких-то запчастей, настройок. Я с ней ничего не делал. Она осталась такой же, какой и была. И, собственно говоря, она меня радует. Единственное, что я бы в нее уже сразу вкинул это хорошие тормоза. Причем на тормоза я бы, наверное, раскожелился сразу на третий уровень. Но пока не буду этого делать. Может нам удастся что-то из запчастей выиграть. Посмотрим, попробуем. Этим временем мы едем в группе B. Стартуем, кстати, со второй позиции. Интересно. Сразу со всех сторон нас начинают толкать. Кстати, ребята, как вам раскрасочка? Я очень долго над ней пыхтел. Единственное, вот что мне очень не нравится в прост-трите, когда ты делаешь визуалку и когда ты не хочешь менять обвес. Вот в случае с RX-8 я не люблю никакие обвесы, которые есть ух ты в игре. Шустрый чувак. Вот. Я не могу сюда выхлоп поменять. То есть вот стандартный выхлоп мне не особо на RX-8 нравится. Я бы хотел какие-нибудь баночки позлее поставить. Но игра не позволяет нам этого сделать. Поэтому довольствуемся с тем, что есть. Забавно, на самом деле, упираться в машины, которые в несколько раз мощнее твоей. Такой вот финт ушами мы исполнили сейчас. Относительно целый у нас Мазда. Немножко пострадала из-за контакта с тачкой, которая просто пролетела по ворот. Я даже не помню, что у нас тут прилетела. СX, по-моему, да? Ай! Вот это был нежеланный контакт. И вот это был нежеланный контакт. Очень нежеланный. Ну и, собственно говоря, ребята, победа. Объезжать здесь ботов на самом деле не сложно. Игра в плане сложности абсолютно никакая до супер промоушена. Вот когда у нас начинается супер промоушен, у нас начинается веселье. Потому что и трассы сложные, и трассы узкие. И на всех, между прочим, дисциплинах оно это действительно сложно. Все, подшаманим машинку. 130 долларов. У нас там небольшие повреждения были. Были. Поедем в участки. Единственное, сниму я с себя часы, чтобы они мне не мешали. Участки. Для тех, кто не помнит, что такое участки, трасса разделена на сектора. А на этих секторах нужно показать лучшее время. Здесь оно исчисляется в количестве очков, которые у тебя остаются по мере проезда дистанции. Сей дистанции. Я думал... Я думал, ауди тоже будет пятнистой раскраски камуфляжа. Два раза не попал в передачу. А я думал, не успею, честно говоря. На участках, кстати, не всегда есть возможность забрать все участки. Иногда соперники очень и очень достойно едут. Успел, засейвился. Ну, вот здесь вот мы точно его уже не заберем. Ну, да. За счет того, что уперлись в тывика. Не смог я забрать третий сектор на лучшее время. А вот еще у нас нет закиси, и это тоже немножко плохо. КОНЕЦ Собственно говоря, нам за очками уже можно не охотиться. Мы в любом случае первые. Вы сейчас увидите разницу. Для тех, кто не играл в Cross Street, вы сейчас увидите разницу в количестве набранных очков. Третий сектор у нас отжали, кстати. Забрали у нас один балл. Тем самым отжали. Половину. Между вторым местом у нас половина. Пропасть. Просто пропасть. Погодка сегодня пасмурная. Охищения за спиной толком нету. Это даже хорошо. Думаю, что и сегодня-завтра. Заезд на время. Поехали заезд на время. Я очень люблю пойматак. И в повседневной жизни, и в реальной жизни. И в гонках, в играх. Мне очень понравится, потому что у тебя время круга, и ты должен его проехать быстрее. Каждый раз ищешь в себе изъян. Где накосячил. Это трассу мы, по-моему, с вами ехали уже. Ну, не в этот трассу. А, нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Преграду... Продолжение следует... 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 Вот это было моей самой большой ошибкой. Рановато я рулем дернул. Давай, капот, уходи. Все, потеряли мы капот. Будем уже вести контактную борьбу, потому что машина уже не целая, можно толкаться, ремонтировать мы ее все равно жетоном будем. Самое главное забрать вот эти первые два места. Одно мы уже отжали, второе мы сейчас тоже заберем, я думаю. И вот мы уже первые. Что-то у нас там еще отвалилось. Мазда страдает. Просто страдает. Да что такое. Не вижу капота, не перестал чувствовать габариты машины. Еще раз. Напоследок. Все. и финиш потеряли капот потеряли бампер потеряли зеркала расколотили машину потеряли очки баллы которые можно было заработать собственно говоря все плохо все реально плохо и собственно да ремонтируем тачку за жетончик и пытаемся заработать какие-то баллы на дрэге на лионе в котором аж 240 лошадиных сил на который едет так как будто у него их 50 машина просто не едет никак мы продадим эту машину за ноль наверно также купили интересно за сколько она квотер проезжает тринадцать четырнадцать секунд а так просто ужас на 240 сильной тачки третье место слушайте если мы третье место возьмем это будет еще очень круто но будет обидно просто напросто если вы сейчас не сможем пройти придется перезаходить перепроходить заново все ауди просто улетает вот вот что-то ауди слилась снова 1342 ничего не поменялось стабильность залог успеха 1388 а мы побили время чё серьезно мы первые можем приехать слушайте мне нравится уже такая тенденция на половину мими на полмили она не едет а вот на дрэге на четверть миллиона как-то умудряется в гольф пошел-пошел-пошел давайте а хуже даже проехали чем прошлую попытку хотя переключение были просто просто жесточайшие второе место ребята второе место возможно мы выиграем вот возможно мы выиграем я очень на это надеюсь было бы очень круто было бы реально очень круто да 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 не пришлось перепроходить еще раз и вот реально я очень этому рад давайте 10 тысяч еще отлично это круто это реально круто так мы быстро продаем сейчас сяд и покупаем наверно что-то мы мы на бесплатной тачке можем заработать 16 тысяч ребят тачка которая бесплатно в магазине не дается мы можем продать продать и за 16 400 еще раз заходимся в гараж быстренько здесь все покупаем нифига и на секс появилась прошлый в прошлом видео у нас была другая часть про стрита она очень плохо захватывалась были определенные проблемы здесь есть новые тачки сушки мы офигеть мы можем интегру за за халяву взять чё у нас еще и за халяву но насколько я понимаю халявный фига бугатти появилась халявные тачки не едут ни хрена насколько я понимаю charger можно взять уже чё ещё чё ещё чё ещё ребят чё ещё нового S2000 за денежку Koenigsegg SCX Goliardo нифига себе нифига себе лянча обалдеть Lexus Isco слушайте много тачек реально много тачек McLaren F1 за лям Mercedes SL реально много тачек которые можно купить клипса за 18000 чё ещё чё ещё ещё чё-нибудь есть интересненькое Solstice его не было Carrera GT её тоже не было GT3 RS тоже не было ну короче халявных тачек немного смотрите я её покупал за ноль сейчас она стоит 40000 собственно говоря я даже не знаю что покупать GT3 я не хочу передний привод в дрэйге это дно просто бессмысленно покупать супарь можно на первое время взять супарь потом взять супру и просто на супре наваливать супра лютая здесь прям очень лютая Может мы что-то пропустили Может еще что-то есть за вкусные деньги Можно кстати клипсу взять Она полноприводная Ее можно неплохо я думаю раскочегарить Но она на стоке не будет ехать Субарь надо брать Реально брать субарь Давайте не будем тратить время Возьмем субарик и поедем Драгрейсинг Быстренько Наверное единственное что я с ней сделаю Немножко ее перекрашу Потому что у нее немножко неправильный свет Вот так вот мы сделаем И быстренько перекрасим колес Потому что по факту они должны быть Золотистого цвета вообще Золотистого, бронзового Но у нас же субарь Субарь должен оставаться субарем При любой погоне Блин Придется делать еще раз Субарь Так Нет Еще потемнее Наверное оттеночка Вот так вот Все Теперь у нас субарик Мы потом это все сделаем Сейчас быстренько еще Мы можем халяву сделать Крыло оставляем Все, все Остальное мы все вообще оставляем Ничего не делаем Абсолютно стоковый субарик Абсолютно И едем дальше И едем дальше Не будем особо задерживаться Нам тут есть Где покатать Еще Карьера у нас еще длинная Проходить еще много Заезды Одна вторая мили И сразу на субаре Будем проходить очень быстро И не будем задерживаться Очень долго в меню Потому что видео Очень сильно в растяге 300 сильный субарик Против 176 Чистильного субарика Я буду дико орать Сейчас Если субарик меня объедет Но вообще не должен Чего-то научился А так Сейчас 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 20 секунд Одна вторая мили Но при этом Мы первыми идем У нас есть даже разница Во времени Но все-таки Субарик на дрэге Хорошо себя ведет А в Просто трите Реально Очень кайфово выглядит А в Все же Как Если Лучше Лучше Реально Решили Немного Позал Зажигать Ну что Раз 20 15 хуже проехали чем в прошлый раз но я по-моему прощелкал старт и переключение с четвертым на пятую было почему-то с длинным хотя переключался в зеленой зоне странно ну и собственно говоря третья попытка третья попытка слушайте это мой лучший прогрев пока что на руле как мы далеко от него уехали место вагон просто 19 97 первая попытка была самая лучшая самая лучшая просто 19 86 классно первое место subaric тащит это хорошо это хорошие новости значит нам не так сложно будет мы сейчас сразу проедем второй дрэк и потом проедем на рк 8 тэн 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 давай давай про стрит давай готовы 200 плюс 300 против прикольно вот почему так долго переключать первое на вторую переключение было вот третий на четвертый 4 5 вообще четко переключился просто капец 13 секунд на квотере на стоковом субаре многовато он может быстрее ну что ж я подаю второй заезд вот начнется это будет настоящая дверь жестокий бомбер не только не запустить а вот это я хочу сказать молодец варим продолжать тот же духе ну вот сейчас вроде все четко вот 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 это время мне уже нравится 1259 на стоковом субаре причем заметьте все переключения сейчас были прям четки прям четко каждая передача втыкалась так как надо это кайф слушайте я хорошо его хорошо грею на субаре прощелкал переключение в отечку улет не видел смысл уже переключаться на пятую 1259 лучшее время дорогого уикенда дорогого заезда неплохо очень даже неплохо на стоковом субаре 1259 показать считаю очень достойно сказал в полном парше он конечно валит вообще как бешеный два заезда победа ништяк 5000 заработали продолжаем уикенд заезд на время поехали грипп проедем грипп посмотрим если вытащим заезд и заберем лидерство в данном уикенде то собственно говоря все если нет то будем катать еще другие заезды благо они там есть у нас там заезд на время еще есть можем его проехать что-то долго грудится оп все поехали давай и 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 в это и Это не обязательно. Продолжение следует. Неудобный вид, очень далеко машина находится, не по кайфу. Хорошая гонка на самом деле получается, несмотря на то, что у нас был контакт, тачка целая. Конфигурация трассы быстрая, быстрая, наконец-то. Реально хочется иногда быстрых заездов каких-то. Хулиганю, хулиганю. Реально. 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 Продолжение следует... 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 раньше в простри поиграть реально поиграть игра кайфовая она интересна очень хороший тюнинг здесь очень кстати сильно работает настройка машины нужно не просто запчасти поставить на тачку и правильную машину настроить настроек не особо много основное количество настройка подвески но если вы настроите то можно иметь чемпионскую тачку на 450-500 силах и просто в гриппе навозить всем кому только можно даже 900 сильным эвиком то есть настройка тачки здесь играет очень важную роль если вы никогда этого не делали попробуйте возьмите свою любимую трассу изменить свою любимую тачку сделайте на нее любой тюнинг какой вы хотите в плане мощности просто настройте но не от балды конечно настраивать надо нужно понимать чего делать можно конечно от балды попасть именно в те настройки которые нужны примерно но все равно немножко не то будет что мы хотели все собственно здесь уже без вариантов здесь нам должны дать лидерство да лидер бесплатный ремонт жетон жетон нам не особо нужен 170 тысяч 170 баксов у нас открывается а у нас открывается джифэк это у нас кольцо по-моему король гриппа да все правильно кстати если мы его выиграем а мы это сделаем у у него можно отжать тачку его можно отжать тачку а мы дальше сейчас пока не можем идти у нас открылся супер промоушен чемпионат вот не знаю вообще по хорошему надо бы все вот это вот добро проходить чтобы у нас не было проблем с деньгами ухты 3 350z ничего себе давайте пройдем слушайте ну 350z просто так не дают заезда целая куча сняла чё нам 3 так сказать не лишнее а можно было ехать на 350z можно было ехать на гольфе было ехать назад что-то я затупил ну да ладно слушайте клёво то что можешь выиграть тачку это на самом деле прикольно в гольф говно 200 сил это обычная джеки а и гонка будет не из простых я вам скажу дома по себе трата достаточно сложная а и и за пол круга забрать лидерство стартуя с последней позиции для прострита это нормально ой-ой-ой рой зеленых пчел летит а зетка то валит интересно сколько у нее сил остальные заезды поедем на зетке ай-яй-яй-яй утром облегчил утром и отстал Опять я пропустил Это торможение Играемся без карты Собственно говоря у нас Основные только данные Тахометр, спидометр, буст Количество кругов Место и время круга Победа Мы даже не сильно тачку ударили Я думал я ее там вообще нормально долбанул Ничего нормально, терпимо Это хорошо Это очень хорошо Так, едем дальше Едем дальше Сбираем вот здесь И берем зэточку В ней наверное сил 320 Я думаю Должно быть Ну Я бы хотел Чтоб в ней было сил 320 Они фактически Это стоковые 287 лошадиных сил Было бы 300 Было бы повеселее Ух ты Как она бачком-то легко ставится На, спасибо за удар На, спасибо за удар И у нее всего одна банка закиси На гольфе если было две То здесь одна Ух ты Можешь Телепает ее, конечно, жестко. Меня гольф догоняет, мне страшно. Ну, мне кажется, зетка для гриппа. Это не особо годится. Ее, конечно, надо настроить, и это будет пуля-гонка. Но мне кажется, что зетка для гриппа не подходит однозначно. Ну, опять же, по моему мнению. Поехали участки проедем. Блин, опять гольфа взял, хотел на жетке ехать. Ну ладно, поедем на гольфе, значит. Тороплюсь немножко, хочу, начинаю стараться как-то выжимать видео, не знаю. Но у меня как-то получается короче. Субтитры сделал DimaTorzok. 555 очков в общей сложности. Хорошее число. Ай-яй-яй. Все, мы забрали все участки под свой контроль. Осталось удерживать лидерство. А сейчас-то будет сложновато. О, 304 уже. Опа, отбили. Вот здесь мы точно ничего не возьмем. Трех очков не хватило. Это окошко для читерства сейчас было сделано. На следующем круге специально попробую проехать в это окно и посмотреть, удастся ли заработать дополнительные баллы. Чисто ради интереса. Сколь просто 3 не штрафуют за третки, за вылеты. Что-то я увлекся вообще стретками на самом деле. и все равно ничего не взял. Сможем, не сможем. Будут дополнительные баллы или нет? Наверное будут? Да, будут. Осталось 50 баллов. Ну вот такая читерская часть, которую можно сделать на первом круге, дабы добивать себе дополнительные очки. Но, честно говоря, нет в этом смысла, потому что любые даже самые отвратительные участки проехать на призовое место вообще не проблема. Что-то я сегодня очень много заикаюсь. Я думаю, кстати, прохождение вот этого участка сегодня, ну вообще вот этого, пуска чемпионата общего, так скажем, одного из уикендов. А на этом видео, скорее всего, сейчас будет последний. И вот из-за того, что вылетели, прощелкали очки. Продолжение следует... Ай-яй-яй-яй. Опять хулиганим? Я бы не смог машину поймать, просто бы не успел. Зетка, кстати, не намного мощнее Гольфа. Стоит задуматься, что брать. Стоит задуматься. 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 Теперь мы первые. Но сложно дается победа? Сложно. Ага. Блин. Смогли по чуть-чуть, помаленечку, но вырвать победу. Вот реально, долями, крохами, какими-то частичками, но у нас получилось, это круто, мне нравится. Я очень часто говорю, очень круто, мне нравится, мне это не нравится. Давайте на зетке, на тайм атак поедем, мы же за зеткой приехали на соревнования, мы же должны ее отжать. Мы ее отожмем. Я бы на самом деле ее продал, просто продал. Два раза не воткнулась вторая. Ага. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я даже не знаю, сколько я навяз противнику Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 5 секунд разница с самим собой Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Прикольно. Тоже продумано. Тоже классно Хороший момент. Мне это очень нравится Я вот прохожу ProStreet в очередной раз и нахожу для себя что-то новое Еще денег вы играли Так. Ну мы забираем Z-ку Реально Мы забираем Z-ку И если что мы ее продадим Собственно говоря На этой вот схеме то как у нас сейчас есть как мы прошли в данном случае последний заезд так мы собственно говоря все оставляем остальную часть нижнюю зону мы проходим в следующем видео и потом у нас будет финал супер промоушен где у нас собственно говоря откроется react и собственно говоря будем проходить его плюс у нас постройка машины доводка субаря, доводка rx8 я думаю все это будет очень интересно но я это буду делать не эфир а потом просто покажу и собственно говоря мы на этом закончим ну что ребят всем кто посмотрел это видео огромное спасибо не забывайте подписываться на канал и обязательно кликайте на колокольчик который всех уже достал но так вы просто не будете пропускать мои видосы они выходят в хаотичном порядке по мере появления времени свободного плюс ко всему я уезжал в Грозный меня не было несколько дней не было собственно говоря возможности снимать какие-либо ролики вчера хотел сделать трим но к сожалению не получилось собственно ребят всем еще раз спасибо увидимся в ближайших видео в следующем видео посмотрим что у нас будет оставим просто-напросто все это загадкой увидим что и как у нас будет в следующем видео что мы будем снимать все ребят всем спасибо всем всего доброго спасибо что посмотрели всем пока 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 пока